Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Оракула Полной Луны. Сегодня я взяла эту колоду карт, чтобы рассмотреть такой расклад. Объявится ли, напишет, позвонит. Все-таки хочется под Новый год каких-то чудес. И кто долго-долго ждет, надеется, что в Новый год, но обязательно мужчину хотя бы поздравит. Итак, смотрим. Он как личность, что из себя представляет. Так, смотрим. Ну, ангел-демон показывает две стороны. Личность самодостаточная, которая хотелось бы ему строить серьезные отношения. Сильный, с такими корнями семейными, да, с такими семейными традициями. Такой страстный, эмоциональный, чувственный, но встал в тупик в простейшей ситуации и не знает, как ему поступать. Так, вы в его жизни. Вы для него, конечно, императрица, умница, красавица. Вы для него загадка. Для него холодная, как снежная королева. И он никогда не понимает, будете вы ли его женой или не будете, потому что вот вы все время стоите на развилке. Сегодня, да, завтра нет, но он точно знает, что вы тот якорь, который он себе нашел, да, и уже решил построить серьезные отношения. Нужны ли ему ваши отношения? Он будет за них воевать. Он хочет встречи. Он находится в иллюзиях, как вы встретитесь, как он будет с вами общаться. Он ни с кем больше ничего не строит. И он, знаете, предан вам, как собака. И хвостом вертит и крутит, и руки облизывает, да, лишь бы только вы никуда не соскочили из этих отношений. Так, позвонит ли он? Ну, здесь как бы карта не просто позвонит, он еще может у вас каких-то денег попросить. И это такая болезненная кармическая ситуация в ваших отношениях, которую вот никак он не может пройти. Вот, ну, никак. Нету проблем у него с деньгами, но он почему-то все время это делает. То есть, как бы из ситуации в ситуации. Так, смотрим, объявится ли он в вашей жизни. Всегда будет инициативу проявлять сам. Я бы сказала, что объявится таким сюрпризом. Вы уже будете думать, что бесполезно с ним что-то решать просто, да. А он вдруг проявит инициативу, потому что он, собственник, никому вас отдавать не собирается. Вернется ли он? Ну, вы для него, знаете, такой человек, мало того, что он считает вас ведьмой, кто вы видите, слышите, чувствуете, а с приходом вас в его жизнь, у него жизнь зацвела всеми цветами радуги, окрасилась, да, и он и ревнует, и привязался, и показывает себя с разных сторон, только истинного лица не открывает, да, все время под маской кого-то. Так, что вам советуют карты? Карты советуют молчать. Пускай мужчина преодолевает препятствия, свои страхи, комплексы, фобии, и пускай он все делает сам, то есть он в кармических отношениях, его задача в этих отношениях вырасти как мужчине, его задача понять, что на вас тоже могут кто-то еще, допустим, покушаться в качестве других мужчин, да, его должна как бы грызть ревность для того, чтобы он понимал, что надо шевелиться, что надо свою пятую точку оторвать все-таки от своего королевского кресла, в конце концов завоевывать вас и добиваться, да, потому что сейчас он бедненький, несчастненький, встал в тупик и не знает, что ему делать, то есть дайте ему возможность стать мужчиной, потерпите, не торопите, даже если вы пробуете и Новый год без него, и Рождество, и все-все-все праздники, главное, чтобы он созрел, да, и сделал этот вот серьезный шаг. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.